Курс Константина Стефанского Здравствуйте! Очень помогает медитация. Когда я волевым усилием уже не смогла выстраивать картинку, а получила совершенно неизвестное и поняла, что это астрал. Когда я волевым усилием уже не смогла выстраивать картинку, а получала совершенно неизвестное и поняла, что это астрал. Я полностью Константин согласен. Ну, расскажите более подробно, о чем идет речь. Ну, о чем идет речь. Это как раз то, к чему мы все стремимся. То есть идет настроечная картина ключа, которая совершенно незаметно, неожиданно для участника полета заканчивается переходом в астрал. То есть если мы строго идем по ключу, вот я даю, например, информацию, первый ключ, там, например, находимся на берегу залива, потом находимся в море, идут настроечные картины, которые связаны с запуском работы центров, работы чакр. Постепенно происходит вот такая вот образная работа, которая заключается в подготовке к выходу. И в определенный момент, когда вот эта работа останавливается, как бы, включается как раз переход, и человек видит уже другие картины самостоятельно, совершенно, которые приходят сами собой. И которые он уже не может изменить. Он может ориентироваться, перемещаться относительно вот этих вот картин, которых будет видеть. Он может, например, с одной браной на другую перейти. Это можно сделать. Он может попасть в астральный мир и совершать там телепортацию, перепрыгивать с одно место на другое. Но он не сможет взять вот так вот стереть вот эту вот картинку и другую на ее место поставить. Вот этот номер не пройдет четко. То есть до тех пор, пока вы еще не находитесь в истинном астрале или где-то, куда вообще, где-то на мишени, это, кстати, может и не астрал быть. Это может и параллельный мир быть, это может быть и поверхность планеты другой звезды. Это все что угодно может быть. Совсем не обязательно астрал. Но это может быть и, так сказать, и ваши настроечные картины до поры до времени. Пока идут настроечные картины, вы можете их переделать, как хотите. Но как только вы попали на мишень, как только вы попали в другую реальность, вот тут вы ничего переделывать уже не сможете. И вам приходится действовать согласно обстановке, которую вы там наблюдаете. Вот это четко надо запомнить себе. И выяснить, что пока... То же самое касалось управляемых снов, которых в свое время Радуга пропагандировала. То там можно делать все, что угодно. Да, можно в управляемом сне делать, можно. Но если вы, извините, вместо управляемого сна окажетесь в астрале и начнете там делать все, что угодно, то можно там иметь большие неприятности. Во сне это осознанное сновидение называется, вообще-то. Но оно же очень и очень похоже на астральное путешествие. Оно похоже. Но вот отличие заключается в том, что в этом сне можно менять картины, делать что угодно по своему желанию. А в астральном путешествии нет. Вы можете только сами действовать, перемещаться, но вот окружающую обстановку вы менять не можете по своему желанию. Вот это принципиальная разница. А если вот в предзасыпательном, скажем так, периоде, вот как-то только мы начали засыпать, и мы находимся на границе, да, и мы пытаемся куда-то попасть, то есть мы можем попасть вот где, скажем, как определить. Попали мы в астрал или попали мы в осознанное сновидение, скажем. Может, мы уже скидем. Вот очень просто вот так вот и определить в первую очередь. Можете вы там, как говорится, совершенно свободно менять окружающую обстановку или нет? Четко. Это очень хорошо бросается в глаза потом. Потом вот вы, когда уже сознание включится хорошо, вы начинаете уже четко понимать, куда вы попали, что вы находитесь в астральном полете, как говорится. Вы можете, приложив определенные усилия, вот, кстати, там надо усилия прилагать обязательно, приподнять себя в воздух и полететь. Вот определенные ощущения при этом возникают, понимаете? И его приходится применять. Но вот просто так взять, стереть это все, эта картинка мне не нравится, я ее сотру, другую нарисую. Этот номер не пройдет. Именно в настоящем астральном полете. Ну и кроме того, если дело касается астрала, там появляются, я говорю, вещи, которые вы никогда не видели и представить себе не можете вообще по определению. Вот цвета, которых вы никогда не видели в жизни. Особенно если подняться вверх, повыше. Не просто в астральный план подняться, а подняться еще больше туда. Вот. Просто появляются цвета, которых в жизни нет. Вы их видите, я их видел, другие наши видели, а описать их нельзя. Потому что, ну, нету слов в языке нашем, чтобы их описать. То же самое касается и будущего, например, вы уходите в далекое будущее, вы видите цивилизацию, продвинутую на тысячелетия вперед, вы видите технику, вы видите технологии, а смотрите на это, ну, извините, ну, мягко сказать, как, например, житель древнего Киева бы смотрел, например, на улице Нью-Йорка или Ховаровска. Вот отношение, понимаете. Вы видите то, чего представить себе совершенно не можете. Как, опять-таки, житель древнего Киева не мог представить самолеты, не мог представить машины, не мог представить там пароходы. Вот это он представить не мог. По определению. Вот и невозможно представить себе. И, допустим, когда древние индусы в сагах и в своих, вернее, не в сагах, а в своих произведениях описывали летающие виманы и описывали бой с применением ядерного оружия, его представить невозможно было вообразить в своем воображении. А вот увидев это, можно было записать. Поэтому вот эти вот их произведения имеют очень большой вес. По той простой причине, что сочинить и представить это было нельзя. По определению. Человек, который никогда, абсолютно, не выходил за рамки, так скажем, простейшей цивилизации на уровне камня, на уровне простейшей металлургии, он не может себе представить металлический самолет летающий, правильный причем, правильной формы, с двигателями, как положено, с реактивными. Он не может себе представить космический корабль, ну не может в принципе. Но вот если он это все увидел вживую, тогда да, он может их описать. То же самое с вами, когда вы попадаете в будущее, когда вы видите технологии, которые опережают нас на тысячи лет, многие вещи будут непонятны. Но это является четким показателем того, что вы находитесь действительно в другом времени, и вы видите другую реальность. Потому что вы это представить себе не можете. По определению у вас нет этих знаний, чтобы вы могли это представлять себе. И вот ответ на этот вопрос кратко. Понятно. Константин, скажите, можно ли сказать так, если мы помним наше сновидение, или мы не знаем еще раз, мы в Австралии, не в Австралии, мы вот сразу после полета, мы как бы и заснули. То есть мы уже провалились. А вот на утро мы не можем вспомнить, а бывает, помним свой сон. Что это было? Это был сон? Это было осознанное сновидение? Или это был Астрал? Опять-таки надо просто помнить, что вы делали в этом, так сказать, сне. Если вы летали, например, это стопроцентный выход в Астрал. Сто процентный. Если вы просто физически поднимались в воздух и летали, это гарантия стопроцентная, что это выход в Астрал. Так это все понятно. Но если мы этого не знаем? Нет. Мы не помним. Если мы не помним, так о чем говорить вообще. Мы тогда вообще ничего не помним. Нет, но мы помним, что где-то как-то что-то было, но мы не помним летали. Так это есть технология, которая позволяет, вот когда вы утром просыпаетесь, обязательное условие. Не менять позы при пробуждении. Обязательно. В любом случае. Не переворачиваться на другой бок. Четко. Это обязательное условие. Совершенно. Обязательно. Проснулись, что-то интересное вы вспоминаете. Очень интересное. Действительно, сейчас бывают сны, мягко сказать, очень интересные, потому что это не сны совсем. Вот в этом положении, сохраняете положение неподвижности на кровати, в том положении, в котором вы проснулись. И начинаете вспоминать то, что вы видели. И все это начинает разворачиваться, приходит к вам. Но стоит вам только, я говорю, если вы проснулись, перевернуться на другой бок, все, я вспомнил. В лучшем случае вы сможете это вспомнить, может быть, перед засыпанием уже вечером. И то гарантии 100% нет, что у вас это получится. А так при желании можно вспомнить вообще все свои ночные путешествия и все такое. Но приходится тратить усилия. И время, кстати. Скажите, а как сделать так? Потому что, ну вот я лично, я не помню сны вообще. Ну очень редко помню сны. Если как-то случайно, то ли я проснулся, я еще вспомню. Но если я проснулся и не сконцентрировался, или, скажем, рекомендую записывать это все, но потом можно и не уснуть, то на утро я уже точно ничего не помню. Так вот как сделать так, чтобы запоминать это хотя бы? Потому что как бы рекомендуется запоминать или записывать? Во-первых, Майкл надо высыпаться, кроме всего прочего. Потому что если, как говорится, не высыпаться, то ничего не вспомнишь. Будешь проваливаться, на короткое время провалился и все забыл. А вот если, как говорится, выспался, вот тогда ты вспомнишь, это уж точно. Это вот еще определенный образ жизни, как вести. Второе, я, например, как-то ради интереса раньше еще решил, от Радугу прочитал, ну-ка дай-ка я попробую осознанное сновидение, как он делал. Ну и что? Кончилось тем, что я всю ночь болтался там. Было интересно, я ничего не говорю, было интересно. Причем явно было, это уже были неосознанные сновидения. Вот. Но дело-то в том, что когда это все дело закончилось утром, оказалось, что я абсолютно не выспавшийся, абсолютно. Такое было ощущение, что я всю ночь вообще не стал и не спал. И, кстати, был довольно сильно уставшим физически. Поэтому, тоже, как говорится, тут перегибы, это нежелательно. Помнил я все, видел я все, было интересно, приключения были. Тем более, сам на них нарывался. Но, я говорю, это не лучший вариант по той простой причине, что вы совершенно не отдохнете. Другое дело, что в астральном полете можно уйти, например, если пользоваться терминологией Данила Андреева, в Нертиз, то место, где пришедшие души отдыхают. И мы это делали. Это как понять, отдыхают пришедшие? Есть такое место, где души, которые пришли с земли, находятся в зоне отдыха и спят. И это известные классические знания, о которых писали еще с 19 века. Медиумы об этом передавали, что многие души вынуждены спать после того, как попали туда. В это время идет процесс восстановления. Особенно это касается людей, которые очень сильно были измучены, измотаны, очень сильно устали от жизни. Даже сам Майерс, знаменитый Майерс, когда попал в тот мир, считается, что он полгода был в таком более сонном состоянии, и за ним два человека ухаживали в это время. Так вот, в это время можно, в этот Нертиз можно попасть. И там можно выспаться. Мы делали такие эксперименты. Если получалось, что да, то если туда попасть и там выспаться, то можно за полчаса выспаться так, что потом всю ночь спать не будет хотеться. Это нормально или это все-таки не очень хорошо? Вот тут я ничего не могу сказать. Это был просто эксперимент. Проверили, сделали, получили вот такой результат. Да, хорошо, здорово, отдохнули. Взвернулись оттуда все как огурчики, понимаешь, были в отличной форме, именно отдохнувшие. Но спать потом действительно не хотелось, потому что выспались капитально. Причем за очень короткое время. Вот здесь прошло всего лишь полчаса, а там прошло... А там может, кстати, пройти, как говорится, и не полчаса, и даже там могут и недели, и месяцы проходить во время астрального полета. И мы с этим тоже сталкивались. Что просто-напросто человек проживает там большой отрезок жизни. Имеется в виду действительно дни, недели, даже месяцы. Некоторые так утверждали, что скорость времени текла по-другому. А здесь прошел всего лишь час или там немножко больше часа. С этим тоже можно столкнуться. Понятно. Хорошо. Константин, давайте мы тогда начнем, наверное, наш урок. Какие-то пояснения, подготовка. Что у нас будет сегодня, расскажите. Во-первых, нам надо все-таки поговорить о выходах, вариантах выхода, в первую очередь. Потому что я понял, что некоторые студенты не до конца понимают, что это такое в конечном итоге. То вот, когда этот выход помимо их действий происходит, их это страшно удивляет. А на самом деле удивляться-то нечем. Это то, к чему вы стремитесь, стремитесь то, что вы должны получить в конечном итоге. Целый ряд методик были показаны на наших уроках. Они в записи есть, и студенты могут ими воспользоваться, повторять, просматривать, определять. Ключ один, ключ два. Вот, в конце концов, вплоть до того, что в открытом режиме был показан вариант выхода через из браны, нашей браны, на другую брану, параллельный мир. И, кстати, он сработал очень хорошо, насколько можно судить, потому что отзывы пришли. Как говорится, по обратной связи сработали, и люди действительно реально вышли. Почему успешно вышли? Вот. Но не у всех так получается. Поэтому давайте будем подбирать для себя варианты. Кроме, во-первых, поза при отлете. Ну, в группе, вот сейчас, то есть, в последние годы, мы все время использовали, просто, ну, сидели люди на креслах, на стульях, и оттуда летали. Раньше, в другом месте, где мы занимались, у нас лежал огромный ковер в зале, и народ просто-напросто выходил лежа, из положения лежа. Кстати, у Майору был описан вариант переката. Мы его тоже делали, и многие делают такой вариант, когда, вот именно в просолнечном состоянии, то вы выкатываетесь из тела. Очень наглядный процесс. Чтобы выкатываться, надо лечь. Да, тогда надо лечь. Вот, делается, конечно, самостоятельно, хотя не обязательно, вы можете во время полета здесь тоже ложиться у себя на диване, пожалуйста, только не заснуть. Вот. И просто выкатываетесь из тела. Опять-таки, чтобы развить себе вот эти ощущения выкатывания, ну, во-первых, надо сделать один раз и почувствовать, что-то такое. Надо отработать методику переноса ощущений тела за пределы физического тела. Монро об этом говорил, в общем-то, о том, что надо вытягивать астральную руку и прикасаться к предметам на расстоянии там одного метра, двух метров, там трех метров. Например, вы сидите за стулом, взяли, направили свою руку вверх, астральную, и потрогали потолок, тянули ее обратно, вторую руку подняли, опять-таки, потрогали потолок, тянули обратно, вперед выдвинули, потрогали, тянули, ноги выдвигаем, и вот такие упражнения нужно делать, чтобы развить себе вот эту способность выхода сугубо осознанного с нуля, с самого начала. Я старался от этого уйти, когда вам давал вот эти ключи, которые мы до этого раньше использовали, то есть мы как бы вот эти вот начальные пазы проскакиваем в сторону. Они проходят мимо дневного создания, и мы уже когда выскочили, вот тогда включается значит, дневное сознание уже начинает управлять этим. Вот. Для кого-то это проще, для кого-то это сложнее, понимаете? Вот. Поэтому есть варианты, о которых писал Мультон, опять-таки, о которых писал Монро, которые мы тоже делали, когда, ну, есть такое, названное понятие, полный выход из тела, с эфирным телом, но это все ухлажняет, в общем-то. Совсем не обязательно, как говорится, на это застрять внимание, но во всяком случае можно. Я говорю, можно выкатываться, опять-таки, использовать качели. То есть, вы представляете, что вы качаетесь на качелях и прыгаете с качелей. И самый простой вариант, который только может быть, вот вы качаетесь вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, еще быстрее, еще, 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 потом прыгаем, летим и оказываемся в другом мире. Самый простейший вариант, какой только может быть. Вот, то есть, им можно пользоваться. Я понял. Это другие варианты, конечно, не только вот это. Но я говорю, главное, подобрать для того, что вам индивидуально подходит. И еще, четко различать, что реальность, в которую вы попадаете, то есть, до поры до времени вы используете настроечные картины, которые, в общем-то, выполняют роль настройки приемника на волну. А когда возникает резонанс, то есть, эти картины совпали где-то с реальностью, которая уже существует, и вы оказываетесь в этой точке, то вы уже эту реальность менять не можете. Вы можете только действовать, в этой реальности действовать. А поменять ее вы не в состоянии. Вот теперь что еще надо сказать? То есть, вы ушли, например, в прошлое, и вы видите города прошлого, там, ну, кому, кто-то хочет Москву древнюю увидеть, то Киев, кто-то хочет, может, посмотреть, как происходило заселение на американских территорий. Но люди вас не видят. Вот это четко надо понимать. В Астралии вас сразу увидят. Там вас не увидят. Но вы можете войти в сон человека прошлого. Вот это вы сделать можете. Константин, скажите, существует в мире огромное количество загадок, каких-то неоткрытых, ну, даже преступления, вот, допустим, есть, которые преступления века их называют. Кто на самом деле в них принимал участие? И кто, допустим, вот убийство Кеннеди в 61-м году или 63-м, я уже не помню. Вот. И до сих пор, уже сколько лет прошло, уже более полувека прошло, и никто до сих пор как бы не знает. Конечно, это знают, наверное, кто-то. Вот. Но нам как-то не говорят. А вот можно ли слетать, к примеру, в то время и посмотреть, что на самом деле произошло? Можно слетать в то время и посмотреть, что происходило? Можно. То есть, технически можно. Другое дело. Ну, допустим, я окажусь там. Ни Бен и мы, я, как говорится, людей, окружающих, не знаю вообще. А зачем знать? Вы наблюдаете, вы там где-то висите? Я наблюдаю, увидел выстрел, кто-то стреляет там в Кеннеди. Откуда? Откуда, да, откуда. Можно, можно. Но что этот человек? Дальше. Это же время-то у меня ограниченное, очень ограниченное. В смысле? А там развивается довольно быстро. Другое дело, вот если бы какой-то следователь американский там оказался, который в это время прекрасно разбирается, он бы действительно мог бы там много, как говорится, открыть. Я думаю, что американские экстрасенсы есть, которые это дело увидели, разбирали, и, очевидно, в общем-то, свои мнения имели. Другое дело, что, может, они предпочитали помалкивать, бояться за свою жизнь. Вот это другое дело. Но теоретически можно, правильно? И теоретически практически можно. Дело в том, что у нас такие случаи были, когда мы людей пропавших искали. Надо эти методы применять для поиска. То есть один из вариантов, вот человек пропал, отправляться туда и смотреть место, где он пропал и что с ним произошло. Не всегда не получалось, но получалось. Мы в самом начале где-то об этом говорили, да, когда там находили даже не того, кого искали. Да. Но я говорю, были случаи, когда действительно было, ну, там произошло преступление, убийство, и мы, наши люди полностью как говорится, обрековали всю картину. Вот. Потом женщина пришла, вы, говорит, повлияете на судеб, чтобы они побольше паялись, значит, этим преступникам. Я говорю, извините, это мы, как говорится, тут уж мы никак не можем вмешиваться и влиять. Вот то, что мы могли сделать, мы сделали. Обычно мы старались работать, когда люди просто пропадали, но по причинам всем не обязательно криминально. А чего вас не привлекают тогда правоохранительные органы, скажем так? В свое время нам предлагали это дело, но для этого существуют сугубо закрытые группы, а не те, которые светятся, как говорится, совершенно в открытую работу. Тем более женщины там, молодые девушки там, или самые, то есть это закрытая группа, которая под прикрытием работает, о которых и никто не знает, что она есть. А в открытую тогда, особенно в 90-е годы, ну так, это было смертельно опасно, просто-напросто лезь, туля. Константин, скажите, вот, к примеру, да, вот у меня листок бумаги в руках, к примеру, как вариант. И на этом листке бумаги написаны какие-то числа, цифры. А скажите, писал я вчера, вот, допустим, время, мы программируем с вами время, вот у меня сейчас в 7.30 утра, вот, в 7.25 утра. В 7.30 утра я начну писать какие-то цифры, буквы. Можете ли вы сейчас сделать так, что побывать здесь и посмотреть, какие цифры, буквы я пишу? Нет, я сейчас, например, не смогу, Майкл, это сделать. Не, ну кто-то, не вы вообще, а в принципе. В принципе, такие опыты делались, например, даже мы делали, вот, закладывали спичечный коробок, определенное количество спичек, клали его в стороне, и человек должен был определить, сколько там спичек находится. Ряд опытов были абсолютно успешные, с точностью до единицы. Кто должен был определить? Ну, пилот должен был определить. А какие исходные данные для пилота были? Никаких. Вот коробок со спичками лежит, сколько спичек в нем находится. А как он это делает? Ну, как он это делает? Включал свое астральное видение и смотрел, сколько там спичек. То есть, он никуда не летал? Ну, да, он не летал далеко, потому что ему далеко летать не надо было, коробок был близко. Но надо было сквозь это дерево посмотреть, сколько там спичек находится. прочувствовать как угодно. Смерчувственное восприятие. То есть, это качество, в принципе, у любого человека можно развить? Да. Я даже лучше тебе скажу, что, например, можно взять, вот мы делали опыты, когда сосуд стоит, там находится, ну, такая, рубежок из пенопласта, вверх идет мачта из соломинки, перекладина, и тоже на ниточках, вернее, даже на паутинках подвешены два маленьких пенопластовых шарика. В идеальном случае все это накрывается стеклянным колпаком. И вот нужно влиять на один из шариков, что приводит к тому, что эта штука начинает вращаться вокруг своей оси. Ну, один или два раза, не помню точно, сколько мы делали, это раз делали, получалось, очень даже неплохо. Но, повторяю, это воздействие было крайне слабое, но его хватило, чтобы заставить вращаться на воде вот эту вот конструкцию. Это, как называется? Это называется телекинез. Не, я понимаю, что надо это называть телекинез, это я знаю, я имею в виду, как это называется, как это, скажем, такие качества воспитать, что ли, в себе. Тренироваться просто и все, больше ничего. Тренироваться. Да, то есть, построить, построить вот такую вот систему и начинать просто на нее влиять. А вы знаете, есть такой человек, его зовут Эрнст Ветер. Никогда не встречали такого человека? Может быть, я фамилию слышал где-то, но это самое, с ним не встречался. Ветер. Он как-то был у меня на программе, один раз, я не знал, кто это, ну, познакомились, короче говоря, я его пригласил и он показывал в программе, что он делает. То есть, он, в общем-то, даже левитирует и он обучает этому летать, ну, физически летать, имеется в виду, я в Астралии, физически летать. А вот такие вещи, как двигать предметы, это у него довольно легко происходит и он это показывал. Более того, я с ним после эфира общался и я, его просил, чтобы он это делал и он мне показывал, как он это делает. там нет вариантов. Он угадывал такие вещи. Я не знаю, там 20 полосок на одной только нарисованы или на трех точнее нарисованы какие-то палочки, ручки нарисованы, а 17 не нарисованы. Он, причем это, так сказать, накрыто, это спонтанно, это просто не заготовлено. Я говорю, давай вот сделай вот это. Он говорит, ну сейчас все, он нарисовал и не смотрел. Это видно, точно я видел, что он никуда не смотрел. И вот он водил руками под, скажем, под такой поверхностью, которая закрытая была. Вот. Он водил там руками и в течение, ну я не знаю, там 30 секунд раскладывал и вот это, вот это, вот это и показывает все три. Но это не относится к тому, о чем мы сейчас сегодня вообще беседуем, вообще к этому курсу. Или относится? В каком-то плане это все-таки относится. Это все-таки сверхчувственное восприятие. То есть это те восприятия, которые в обычной жизни мы не пользуемся, а вот когда мы уходим туда, они становятся для нас основными, базовыми. Вот. И некоторые люди в состоянии, так сказать, этим пользоваться здесь. но учитывая, что это технологии чужие, вот, то есть это не приветствуется в земной жизни. Серьезно? Конечно. Если говорить о обычных представлениях, эзотерических, но это то же самое получается, что вот ученик старшего класса пришел бы в младший класс и стал бы решать арифметические задачки при помощи алгебры, понимаешь? То есть считается, что здесь на земле надо пользоваться земными средствами, а не сверхчувственными. А если говорить о более серьезном, то это просто привлечение сюда технологий будущего. Это или так, или с другой стороны любой человек, в принципе, раньше, в те времена в ведические сайте юга он обладал, почти любой человек, этими качествами, он мог все, что угодно, он просто, не важно чужие, не чужие, но он умел эти вещи делать, это было для него нормально, он запоминал все. Легенды такие, конечно, есть. Но опять-таки, если мы посмотрим на наших предков, ну, допустим, касающихся славян, русских, ну, времена, там, Киевской Руси, и все, в общем-то, не было у них таких свойств. то, что касается Индии, когда там находят город, где был ядерный взрыв произведен, причем тут никуда не денешься, и радиация, и оплавленные стекли, и почва, и все такое, там уже не денешься никуда, даже на астероид не свалишь. вот, и когда там в эпосе присутствует подробное описание действия ядерного оружия, извините, то какие-то знания были у людей, хотя это вполне, может быть, и нечеловеческие знания были совсем, там передрались, я говорю, пришельцы между собой, но людям тоже досталось. Давайте мы тогда полетаем. Конечно. Куда мы сегодня летим, скажите? Да куда угодно можно лететь, сейчас, сейчас задача главная просто отработать выходы, больше ничего. Давайте. Ну, тогда слетаем в прошлое, еще раз. Давайте. Колекое прошлое, где, куда мне, как ни странно, очень легко удается попасть. Вам? Да. Прекрасно. Давайте. И мы слетаем. Да. Приготовиться. Приняли для себя наиболее удобное положение. Сверху на тело пошел поток золотистой энергии. она растекается по всему телу. по всему телу. по всему телу. Продолжение следует...